Рад приветствовать вас на этом форуме. Моя тема выступления посвящена самому вот такому дискутируемому сейчас периоду русской истории. Это военная история 16-18, 15-16-17 веков. За последние 20 лет у нас просто ломались копья, создавались целые программы и печатные интернет-программы, которых люди дискутировали на каких-то платформах о различных моментах развития военного дела в России того периода, сложения армии, развития вооруженных сил, численности вооруженных сил. В принципе, это было очень актуально, особенно в связи с, так сказать, обустрившейся дружбой народов. Там литовцы, белорусы, украинцы, поляки. В общем, все это стало снова выплывать на поверхность. Вот эти старые какие-то уже давно забытые эпизоды нашей истории совместной, там различные сражения какие-то, различные какие-то кампании. Они заново стали выноситься на суд историков, любителей истории. И, в общем, это все стало снова очень актуально. Поэтому вот моя тема, это одна из таких, ну, очень дискутируемых вопросов. Это создание единого русского войска периода централизации, значит, русского государства. Вторая половина 15-го, первая половина 16-го веков. Здесь несколько вопросов, связанных между собой, но в то же время с какой-то, значит, своей спецификой. Первое. Преобразование удельных княжеских дворов в общеруйское войско. Смена личных отношений князя с боярами, а бояр с чадью, на бюрократические связи помещиков и вочеников с воеводами и диаками, и с приказами. Это очень такая обширная тема. Вторая тема – это создание разрядной системы планирования и учета воинских служб, развития местнических отношений. Третья тема, то есть первые две темы, они больше связаны, скажем так, с делопроизводством, с письменными нашими источниками, которые впервые начинают появляться в массовом количестве в отношении именно военных действий, организации военных действий, организации войска, учета тоже личного состава. Третья тема, она больше связана уже с археологией, с музейными нашими собраниями, ну и тоже, конечно, с письменными источниками. Это ориентализация вооружения и тактики Московского Великокняжеского войска, новая полковая организация и систему управления на поле боя. Потому что создание новой армии или резкое увеличение ее численности потребовало новых форм боя. Ну и четвертый – это уже дискуссионный вопрос, вопрос о численности русского войска, оценки источников и проблемы их подсчета. Значит, вот вернусь, собственно, к первой части преобразования удельных княжеских дворов в общеруйское войско. Здесь вот можно начать с того момента, что, в принципе, если мы возьмем весь удельный период Московской Руси, не Московской, а Древней Руси, это там 11-й, 12-й, 13-й века, то, по большому счету, боевые действия велись довольно ограниченным, с нашей точки зрения, воинским контингентом. Это одна, две, там, пять княжеских дружин или княжеских дворов, которые, ну, на самом деле, насчитывали несколько сотен всадников. По большому счету, именно эти прекрасно вооруженные профессионалы вели бои и между собой в княжеских усовицах, и с половцами, и с немецкими рыцарями, и с прочими нашими соседями. В конце 15-го века ситуация резко меняется. Средняя, там, численность походного войска может достигать и двух, и пяти тысяч человек. В Полоцком походе, вот это уже, как бы, кульминация эпохи Ивана Грозного, только посчитанных ратных людей уже более 30 тысяч, вот, что, ну, говорит о том, что действительно уже создана централизованная крупная царская армия. Вот есть у нас яркое восприятие вот этой новой организации. Мне хотелось бы об этом разговор начать с очень интересного такого источника. Это в псковской летописи есть рассказ о том, как на помощь Пскову в начале 16-го века прибыло Московское Великокняжеское войско. И как Пскович, который привык к совершенно другим цифрам, к совершенно другой организации войска, как он воспринял подход этой армии, князя Даниила Холмского. «А прежде того и по два дня так и шла сива беспрестанно. Воеводы и иные, и князи, или дети боярские великого князя двора, или из городов бояре. Бебо множество их видите, князей единых, 22, из городов, из Ростова, из Юрьева, из Мурома, из Дмитрова, из Костромы, из Переславли и из иных городов». То есть вообще Пскович был поражен, что в войске целых 22 князя, причем эти князья, они даже не на воеводских должностях. Потом он же привел, сколько денег уходило на содержание этой армии, которая стояла в окрестностях Пскова. И по нашим, по счетам, получается, что прибыло около двух тысяч человек. То есть для Пскова это было огромное войско, причем не только для Пскова, потому что, собственно, приход этого войска, он завершил очередной пограничный конфликт с Ливонским орденом Миром. Одним из важных таких моментов периода создания вот этого централизованного великокняжеского войска считается создание поместной системы. Все дело в том, что, начиная с 14 века, увеличение численности московского войска великокняжеского происходило в первую очередь за счет раздачи земель в отчины. То есть бояре в новоприсоединенных куплях, в различных землях, неосвоенных еще, получали землю. На этих землях завозили крестьян и там устраивали, увеличили свои таким образом вотчины, а с вотчин с этих они и служили. По большому счету в 15 веке, когда большая часть бывых княжеств были объединены под началом великого князя московского, эта вотчинная система, она составляла основу землеводения в центральных уездах русского государства. В Костроме, например, нет, не в Костроме, а в Коломне еще даже во 2-й, по 16 века большая часть была не помещиков, а вотчинников. Но тут произошло такое событие, как присоединение Новгорода, великого Новгорода. Из великого Новгорода для того, чтобы уничтожить оппозицию своей власти, великий князь Иван III вывел всех крупных землеводельцев, всех бояр, конфисковал значительную часть земель у владыки Новгородского и у новгородских монастырей и произвел перепись всех этих конфискованных земель. Перепись прошла по пятинам. Каждая пятина была разделена на две половины по количеству писцов. Каждая половина носила пятина, носила звание какого-то писца. Затем все эти сведения были доставлены в Москву. И на основании вот этих писцовых книг слуги великого князя, беспоместные, малопоместные, стали получать целыми списками земли в Великом Новгороде. Все это происходило несколькими волнами. И в итоге, к началу 16 века в Великом Новгороде образовалось около двух тысяч помещиков, которые служили на условном праве. То есть пока он ходит на службу, он этим поместьем владеет. Если он выбивает из строя, то, соответственно, поместье отдается другому человеку. Это совершенно новая организация вот этого обеспечения службы. И, значит, помимо самих новгородцев, в такую же систему были включены окрестные уезды, то есть Великие Луки, Псков, Торопец, Торжок, несколько других. Причем некоторые помещики, получая земли в новгородской земле, оставляли за собой вотчины в Центральной России. Соответственно, складывается одна из форм учета служивого населения – это поместные книги. Книги поместных раздач. Надо сказать, что действительно поместные книги, они стали вести по всей стране в той или иной форме в каждом уезде, но, тем не менее, к середине 16 века они уже имелись в распоряжении центральной власти. Что касается вотчинных, количества вотчинных земель, то даже в Боярской книге 1556 года, которая как бы создала общую, дает нам общую картину землевыводения по всей стране, как правило, пишется так, что поместье у него столько-то четвертей или обеши, или еще каких-то, значит, единиц, а вотчина у него еще не описана. То есть сколько у него земель вотчинь, мы еще пока не знаем. То есть вотчинное описание продолжалось еще и во второй половине 16 века. Правительство не имело сведений о том, каким точно объемом земли владеют, собственно, члены государевого двора и просто рядовые вотчинники из городов. То есть создание вот этой базы данных, оно позволяло уже, собственно, московским, значит, властям рассчитывать те или иные перемещения даже служилого населения, потому что мы видим, что время от времени создаются целые новые города. Что такое город? Город – это объединение помещиков одного уезда. То есть вслед за Новгородом последовало, например, перемещение части служилых людей в Ярославль, в Нижний Новгород, там земель свободных от вотчин было гораздо меньше, поэтому, значит, опять же, беспоместных детей боярских наделяли маленькими окладами земли, там по 30 четвертей, по 40 четвертей небольшими. Затем был присоединен, значит, вот, решено было создать служилый город в Смоленске. Точно так же произведено описание земель в Смоленске, и там, значит, несколько сотен служилых людей, там до тысячи, было испомещено именно в Смоленском уезде. Затем эта вот мобильность населения служилого, она на самом деле поражает, потому что человек за свою жизнь мог сменить несколько поместий, в принципе, он не был так вот уж связан сильно родовыми узами прямо конкретно к своему конкретному уезду, то есть он мог и переместиться в другой уезд, где было более, значит, выгодно жить, где можно было расширить свой поместный оклад. Ну и, кроме того, во времена опричины начались такие неприятные вещи, как зачистка, значит, вот каждого города, взятого в опричину, ну, соответственно, переселение этих людей, которые не прошли разбор Ивана Грозного, вот тоже в другие уезды. А после Смолты даже произошло переселение помещиков целых городов в другие уезды с тех земель, которые были отданы, значит, шведам или полякам. Это вот что касается поместного землеводения, то есть, в принципе, помещики, вотченики, они составляли основу московского войска, вплоть до конца 16 века, это большая даже численность любом походном войске, большая часть людей было это как раз помещики и вотченики, князья и дети боярские или дворяне и дети боярские. Значит, следующий момент, надо было как-то вести учет их службы. И вот с этим тоже были очень большие проблемы, потому что, значит, в каждом, ну, сначала мы видим в Новгородском уезде, создаются десятня. Что такое десятня? Это учетный документ, в котором, ну, видимо, в соответствии с денежным окладом с 14 рублей до 6 по статьям записаны все, значит, дети боярского этого уезда. Соответственно, если кто-то выбивал из строя, то шло, значит, распоряжение сына боярского такого-то в десятнице погладить, вместо него, значит, его, там, брата, сына в десятнице записать. То есть его записывали в тот же самый денежный оклад, из которого выбыл, значит, предыдущий служивый человек. Но, кроме того, существовали такие учетные документы, как смотренные или явчивые списки. То есть вызывались помещики какого-то одного уезда на службу. Они прибывали в полк, и там боярин и воевода составлял их список. Причем не просто список, а он еще и записывал, как они явились. Явились какого числа? На коне, в доспехе, с человеком или там с запасным конем. То есть какие-то, ну, краткие сведения. Потом уже во второй плане 16 века этот формуляр очень сильно расширится. Для чего это было нужно? Для того, чтобы понять, с этого уезда вообще помещики на службу ходят или они все, в общем, вне этих постоянно. С другой стороны, мы видим, что в первый плане 16 века все-таки такой четкой системы учета службы еще не было. Потому что один и тот же человек мог из-за запустения поместья или из-за болезни пропускать службу и при этом не терять своего места в служивом городе, не терять автоматически своего поместья. Для этого требовалось, например, челобитное его соседей и помещиков. Вот они могли возмутиться тем, что вот они на службу ходят, их сосед не ходит. И только вот если они напишут челобитную, и потребуют управы на него в Москве, тогда начнут разбираться. Это все еще говорит о несовершенстве вот всей этой системы воинского учета, чтобы и раздача поместьй, и учет вотчин, и учет службы, он еще только-только зарождался. То есть мы можем видеть на каких-то остатках документов, сохранившихся с тех времен, мы можем видеть только то, что эта еще система очень несовершенна. Эпоха вот уже правления Елены Гринской и, значит, правления Боярского до совершеннолетия Ивана Грозного показывает, что вообще, ну, воинские силы, хотя увеличивались, видимо, по численности, число помещиков росло и вочеников, тем не менее постоянно шли военные поражения, постоянно не могли собрать полки для какого-то похода. Все это говорило о несовершенстве вот этого бюрократического аппарата. Но, кроме того, даже не было унификации. То есть в каких-то местах учитывали помещиков по уездам, в каких-то местах продолжали учитывать по властям даже. Где-то они служили по именным спискам, где-то просто должны были с уезда выставлять какое-то количество помещиков, чтобы было ни меньше, ни больше. То есть это все говорит о том, что страна все-таки представляла собой еще такое лоскутное одеяло в плане службы, дворян и дейбоярских. И даже несмотря на то, что каждый из этих мелких отрядов не насчитывал даже сотни человек, внутри него было очень сложное сопочтение и система обеспечения. Вот поэтому, собственно, с другой стороны, надо сказать, что все эти учетные документы службы, по большому счету, это действительно чисто наше московское изобретение. То есть ничего подобного, никакого копирования восточного или западного опыта мы здесь не видим. Это вот все складывалось самостоятельно в ходе деятельности бюрократов московского государства. И, значит, в конце концов это все объединено было в два приказа. Поместный приказ ведал распределением поместья и учетом вочин, а разрядный приказ ведал разрежением войск на службу. И, соответственно, в их производстве основные учетные документы в поместном приказе это писцовые книги и переписи населения, не населения, а помещиков. А в разрядном приказе это десятние. Вот десятние уже со времен Ивана Грозного, это стал основной учетный документ, он составлялся иной раз по одному городу даже несколько раз в году. То есть все-таки контроль за службой детей боярских очень сильно возрос при Иване Грозном. И это позволяло даже проводить такие репрессивные меры, что если какие-то помещики не явились в какой-то поход, у них немедленно шло отписание поместья на государе. Немедленно, значит, либо половину поместья забирали, либо даже целиком. То есть вот эти репрессивные меры, они позволяли, заставляли вот этих помещиков постоянно участвовать в походах. Ну и кроме того, надо сказать, что, вот я упомянул, что десятние это все-таки по денежному жалованию. Все дело в том, что поместье все-таки не обеспечивало целиком потребности помещика для воинской службы. Еще Герберштейн написал, что все-таки на смотрах дети боярские получают деньги. От 6 рублей нижняя статья до 14 рублей высшая статья. Ну действительно, это довольно большие для тех времен деньги, которые позволяли сыну боярскому и купить новых коней, и обновить вооружение, и, значит, какие-то запасы в поход собрать, и нанять холопа. Или тоже его вооружить, боевого. Поэтому все-таки, значит, вот это денежное жалование, особенно в эпоху Ивана Грозного, стало важнейшей частью снабжения поместного войска, особенно для дальней службы. То есть службу недалеко от своих мест, например, на южной границе, они могли нести и без жалования. Вот, особенно если тут только в летнее время, и там еще даже по половинам сменяясь. Если же, например, детей боярских из Мурома отправляли на службу куда-нибудь львовские города, то, конечно же, им приходилось выплачивать целиком денежное жалование, а то еще и с прибавкой, для того, чтобы они смогли, как это называлось, подняться на службу. Вот, поэтому нельзя считать, что поместная служба, это исключительно только вот за счет крестьян. Государство их обеспечило и деньгами, и иногда даже во время дальних, ну, таких долгих кампаний могло обеспечивать продовольствие. Такое уже начинало случаться. Ну и, опять же, бюрократы московские очень искусно использовали вот эту вот систему десятин для поощрения или, наоборот, наказания детей боярских. То есть каждая статья аквада, да, каждая статья десятни, она могла меняться. То есть если человек заслужил какое-то отличие в бою или в походе, показал, то его могли повысить по денежному окладу. Затем уже в эпоху Ивана Грозного появляется даже целая чиновная система. Там в каждом городе стали служить дети боярские городовые, дети боярские дворового списка и дети, выбранные дворяне. Выбранные дворяне ведались в центре, в Москве. Их всех поименно знали, значит, в разрядном приказе и давали им исключительно командные должности. Соответственно, сын боярский мог, чисто теоретически, поверставшись в городовой чин, дослужиться до дворового, а если повезет и до выбранного чина. То есть это появляется уже целая такая система иерархить, система служебная. И, в принципе, иностранцы говорят, что она настолько была воспринята дворянами, что основные какие-то, за что могли произвести из чина в чин. Это, в первую очередь, за самые такие явные вещи. Это за смерть отца, за смерть брата, за полонное терпение, за рану, за взятие в плен языка. Соответственно, вот даже доходило до того, что если дворянин уже лежит при смерти, объявляется поход, он говорит своим людям класть его в телегу и везти в этот поход. Почему? Потому что если он умрет в походе, и это будет записано в документах, то, соответственно, все его дети могут уже бить челом и сказать, что вот мой отец был в таком государственном походе и умер там, или погиб. И, соответственно, уже иметь гораздо более большие преимущества перед своими, значит, товарищами в производстве в какой-нибудь следующий чин. Значит, это вот что касается создания действительно не просто поместного войска, а фиктивного поместного войска, которое было заинтересовано в том, чтобы более усердно служить. Значит, теперь вторая, значит, тема, это уже что касается разрежения полков. Вот, значит, тоже очень такая индивидуальная, чисто самобытная русская система. Это система разрежения войск накануне похода, где каждому воеводе определяется не просто старшинство, да, в какой полк он должен возглавлять левой руки, правой руки, передовой, большой, сторожевой, яртаульный. Для чего это все делалось? В принципе, вот Юрий Георгиевич Алексеев, он в своей монографии «Войны похода Ивана Третьего» очень убедительно показал саму цепь событий, которая привела к этому. Все дело в том, что в 1467 году началась очень долгая Казанская война, которая потребовала усилий всего московского государства, было проведено очень много военных походов. И в одном из военных походов случилась такая, значит, неприятность, что, значит, Иван Третий, который уже не ходил сам лично в каждый поход, отправлял воевод, потребовал от своих, значит, командира, от главного воевода, князя Константина Безубцева, чтобы он собрал добровольцев, отправил их в набег на Казань, а сам бы в поход не ходил. Вот, и отправил бы только добровольцев. В итоге, когда этот указ был получен, войско все решило идти в набег, при этом сам князь Константин Безубцев не пошел, потому что ему не было приказано. Они выбрали воеводы Ивана Руно, но при этом в поход пошли все остальные воеводы, там, около десятка. Они, значит, произвели удачный набег на Казань, освободили много полона русского, но когда стали отступать, значит, были окружены казанцами на острове на Волге и с трудом пробились обратно. Причем каждое решение нападать на Казань, как пробиваться, еще чего-то, лишалось просто чуть ли не на митинге. То есть Иван Руно, конечно, был главным воеводой выбран, но там все воеводы спорили между собой, кто куда пойдет, кто чем будет командовать. Вот именно после этого случая, следующий крупный, значит, поход, который, ну там была, конечно, еще война с Новгородом, но там все-таки было не такое сложное построение войск. А в 1477 году Иван Третий, когда двинулся во второй свой поход на Великий Новгород, он, значит, уже 30 городовых полков, которые пришли к нему на стан, он их разрядил на полки. Передовой полк, полк правой руки, полк левой руки и небольшой великокняжеский полк. То есть пока что это было только походным боевым порядком. Причем, когда они подошли к Великому Новгороду, этот походный порядок был расформирован. Но затем, значит, это оказалось настолько удачным, что каждый раз, когда Иван Третий отправлял свои полки куда-то без себя, он было просто записывалось, какой воевода во главе какого полка идет. Значит, причем, значит, сначала это было четыре полка, большой, передовой, стражевой, нет, большой, правой руки, левой руки и передовой. В 1503 году прибавился еще стражевой полк. И все эти воеводы постепенно стали выстраиваться в иерархию. То есть воевода большого полка одновременно был главнокомандующим. Второй воевода большого полка, значит, его заместителем. Соответственно, все остальные воеводы, они в какой-то степени были выше или ниже друг друга по, значит, по своему местническому уровню. Все это, поскольку записывалось и откладывалось и в Великокняжеском архиве, и в архивах самих этих воевод, то впоследствии стало служить основой для местнических споров. То есть, ну, как бы вот эти вот сложные такие, значит, шли вычисления, что вот мой дед был воеводой, первым воеводой левой руки, а твой дед был в то же время первым воеводой там стражевого полка и там этот выше, этот ниже. Но это как бы сложилось уже впоследствии. А, значит, вначально, изначально это было нужно именно для того, чтобы не происходило какой-то анархии в ходе похода, и каждый воевод отвечал именно за свой собственный полк, за свою собственную задачу. Значит, при этом, когда происходило назначение в поход, если какой-то, ну, дворянин, боярин чувствовал, что он несправедливо назначен на более низкую должность, он обязан был немедленно побить челом и немедленно отказаться брать списки своего полка. Потому что иначе, если он уже выступил и вдруг в походе ему приходит такая мысль, что как-то вот воевод большого полка не тот, тогда это уже приводит к дезорганизации управления, и он просто попадает под великокняжескую опалу или под царскую опалу. Поэтому, собственно, тоже сложился такой обычай, что все местнические споры разыгрывались именно накануне похода. В ходе похода это было запрещено. Но, тем не менее, такие вещи случались каким образом? Что сформирована одна рать для одного задачи, другая рать для другой задачи, а потом их вдруг вместе соединяют. И когда их вместе соединяют, то тут уже начинаются разногласия между воеводами этих двух ратьей, между младшими воеводами этих ратьей, и, в принципе, это тоже дезорганизует немного управление, то есть такие накладки случаются. Потом уже даже начало прописываться, что воеводы левой руки с этой рати поступают в подчинение к воеводе левой руки той рати. То есть такие сложные очень происходят расчеты. Теперь, значит, для того, чтобы все-таки уменьшить количество воевод и уменьшить, облегчить вот этот вот местнический учет, Иван Грозный в 1552 году проводит такую очень интересную реформу. Он учреждает промежуточную должность между воеводой и рядовыми детьми боярскими. А эта должность называется сотенной голова. Изначально так и предполагалось, что у каждого сотенного головы 100 детей боярских в сотне. До 1552 года нет ни одного упоминания ни о сотне, ни о сотенном головы. То есть это исключительно накануне Казанского похода сделано. Соответственно, мы можем уже с уверенностью утверждать, что обычный воеводский полк до этого периода, первый план 16 века, это как раз около 100, чуть больше или чуть меньше человек. Теперь этот чин превращается в чин сотенного головы. И, соответственно, сотенный голова, он уже не местничает с воеводами. Он уже выведен из этого уровня. И, соответственно, он уже как бы младший командир. Сотенные головы, как правило, назначались из выборных дворян, из высшего чина служилого города. И это уже позволило, что можно было отправить войско не из пяти полков, например, только из трех. Большой передовой стражевой. Потому что в каждом из этих полков уже по несколько сотенных голов. И, соответственно, оно может насчитывать тоже те же самые тысячи или полторы тысячи человек, но, тем не менее, не дезорганизовывалось командование. Ну и теперь, что касается уже тактики. Тоже такой момент очень важный, что параллельно с созданием единого великокняжеского войска, со всеми этими преобразованиями поместного обеспечения, преобразованиями воеводского обеспечения, меняется очень резкая тактика по местной коннице, ну вообще московской коннице. За образец были взяты, видимо, татары, татарские отряды царевичей Касима и Егупа, которые вышли на службу еще к Василию II. Царевич Касим получил во владение городец Мещерский, который сейчас называется Касимов как раз. И вот эти вот татарские отряды, они были целиком приняты на царскую службу. И уже в 1456 году в битве под Старой Руссой мы видим четкую разницу между действием и тактикой и вооружением новгородского войска, которая по целине, по какой-то дороге атаковала великокняжеские полки копейным ударом, попыталась снести боевые порядки московского войска, значит, одним, одной атакой. А москвичи применили совершенно неожиданную для них татарскую тактику. Они вместо того, чтобы точно так же копейным ударом ответить, они стали отступать, они рассыпались по улицам, они начали расстреливать из луков лошадей новгородцев, а в конце концов засадный полк обошел их с тылу и ударил сзади. В конце концов, все описание вот этой битвы под Старой Руссой напоминает, собственно, то, что произошло, например, на Калке уже с русскими полками, когда они впервые встретились с монголы-татарами. То есть, по сути дела, московские всадники организовали такую карусель вокруг новгородцев, в которой просто они расстреляли лошадей и, соответственно, новгородцы потерпели поражение, потому что они не были готовы к такому обороту дела. Но преимущество, собственно, москвичей было не только в этой тактике, но и в том, что это все-таки были не степняки. У них было вооружение и снаряжение по самым лучшим стандартам. То есть, значит, они поменяли, значит, и седла вместо глубокого седла, практически рыцарского типа, предназначенного для копейного удара, вместо шпор. Появилась такая персидская посадка, то есть, высокое седло, ноги поджаты, и, соответственно, всадник может стрелять во все стороны из лука. Основным оружием вместо копья или меча становится лук. Даже у царя, когда он выступает в поход, в наряде первым номером идет саадак. Причем там может быть три саадака, трех разных типов по украшениям. Значит, воевода тоже имеет луки со стрелами. То есть, основной вид боя бесконтактный, лучный бой. Причем он эффективен не только в отношении татар, но и в отношении, собственно, даже ливонских рыцарей, в отношении, ну уже не рыцарей, там, ливонского войска, в отношении других, значит, наших соседей. Все это потребовало новых форм организации, тактической организации войска. То есть, вот эти пять полков, это не просто пятиполковое деление, что кто там за левый фланг отвечает, а кто за правый. По описанию, значит, современников, большой полк двигается вперед. Вот, его как бы охраняют с четырех сторон четыре разных полка, и тот полк, который в первой наткнулся на противника, это может быть не только передовой полк, это может быть и левый полк, и правый полк, воевода этого полка завязывает бой, и он становится главным начальником этого боя. Он руководит введением в бой всех своих сил. Остальные воеводы не сами спешат на помощь, они посылают лучшие сотни своих полков в подчинении тому воеводе, который начал битву. То есть, это уже не привычное нам устройство, например, к Куликовской битвы, когда войско сначала должно занять позиции, и потом уже с этих позиций произвести одну единственную атаку. А это войско, которое способно передвигаться походным порядком десятки километров и без перестроения вступать в полевой бой. Для этого уже понадобилась новая система сигналов, так называемой ИСАКИ. У каждого полка был свой боевой клич, для того, чтобы не перепутать друг друга в ходе битвы и не спутать с татарами. Значит, появилась система адъютантов, то есть у каждой воеводы были свои завоеводчики, свои ИСАУлы, которые разводили приказы по войскам. И, соответственно, вот эта вот система управления, она устроена по новейшим образцам там среднеазиатских армий того времени. Вот, даже по названиям видно ИРТАУлы, ИСАУлы, значит, СААДАКИ там, да, то есть это все еще мода такая персидская или среднеазиатская. Но это позволило, соответственно, вот этими огромными массами конницы управлять на поле боя. И к середине XVI века мы можем уже считать, что ориентализация московского войска, она завершилась. То есть и доспехи, и конский убор, и вооружение, и тактика были уже на уровне, устроены по образцу восточному. Но что это давало? Это давало преимущество над всеми нашими противниками, и над Крымским ханством, и над Нагайскими татарами, и над Казанским ханством, ну и над западными соседями некоторое время давало превосходство, потому что обеспечивало и командование большими войсками, и эти вот ратные люди были гораздо лучше вооружены, чем любой степняк. Ну и, значит, что касается теперь численности, вот это я уже завершаю. Действительно, вопрос численности очень сложен. Почему? Потому что есть огромное количество источников XVI века, где численность московского войска преувеличивается до сотен тысяч человек. Понятное дело, что ни выставить такое войско, ни управлять им на поле боя, ни прокормить его невозможно. Тем не менее, вот несколько, там, 10-15 лет назад шли жаркие споры, все-таки определить, каким образом высчитывать численность каждого войска, каким образом вообще высчитывать мобилизационный потенциал. Вот. И, на самом деле, споры до сих пор ведутся, многие, значит, вопросы до сих пор еще требуют, значит, какого-то дальнейшего изучения. Ну, вот, собственно, основные вехи можно уже сейчас определить, что общая численность войска, ну, в XV веке, да, ну, мы можем, наверное, считать, там, всей конницей, там, до 10 тысяч человек, но которая очень редко собиралась в одном месте. Соответственно, Полоцкий поход 1563 года – это уже 30 тысяч человек, ну, там не только дворяне. Дворян там 18 тысяч, остальные 12 тысяч – это либо казаки, либо, значит, татары, значит, служивые, там тоже 6 тысяч человек, вот. И, значит, еще дополнительно стрельцы появляются. Но стрельцов очень мало, то есть, вот, представьте себе, если в Казанском походе, наверное, как писал сам Иван Грозный, у него было 15 тысяч войска, это помещиков и их людей, то в том же самом походе участвовало 6 приказов московских стрельцов – это 3 тысячи человек. В принципе, вот такое соотношение, что пехоты все-таки раз в 5 меньше, оно сохраняется где-то до последней четверти 16 века, когда все-таки, ну, количество стрельцов и пеших казаков с вогненным боем, оно начинает догонять численность московского войска. Вот. Значит, и в отдельных боях, в отдельных походах, в принципе, ну, вот, например, Казанская земля, 1553-1555 года, подавление Черемицкое восстание. Можно посчитать, что туда было послано какое-то количество золотых и позолоченных наградных медалей, то есть, вот этих вот денег, московок, новгородок, для награждения, значит, ратных людей. Поэтому по количеству этого посланных денег можно вычислить, что войско примерно насчитывало 2 тысячи человек. И 2 тысячи человек хватало для того, чтобы подавить, ну, для карательных походов по всей Казанской земле. Ну, и, значит, если мы возьмем, в принципе, весь 16 век, то вот численность войска в одну, 2-3 тысячи человек, это примерно вот такое, значит, общий, мы можем принять за основное. Оно же, значит, подтверждается и количеством сотенных голов, которые перечисляются в разрядных книгах, и различными другими косвенными данными. Вот. Поэтому, собственно, сведения о том, что московские войска терпели поражение там в 10 раз меньшего количества там поляков или литовцев, или ливонцев, они, конечно, наносят чистый пропагандистский характер, и вот если сейчас эти все сведения начинают снова доставать, так сказать, из пыли, из каких-то там древних хроник, то это исключительно только с политическими целями, а не с научными. То есть, с научной точки зрения это все, конечно, полная чушь. Вот. Ну, в общем, в целом, подводя итог вот этому небольшому обзору создания Великокняжеского войска, надо сказать, что действительно это очень интересная тема, крайне интересная. Там еще очень многие вещи неясны, вот. Каким образом создавалась вот эта система учета, система командования, каким образом происходило перевооружение, то есть, если в первую половину 14 века мы видим просто рыцарей на конях, которые закованы в броню, в пластинчатую, которые имеют тяжелые копья, которые со шпорами, значит, идут в атаку и, значит, наносят удар по противнику. А в конце 15 века мы видим совершенно другое войско, вот, значит, там Сигизмун Герберштейн нарисовал всадников, исключительно лучников, и даже не в доспехах, а в тягеляях, там, в простеганных, хоть таких, кафтанах. Вот. То есть, сейчас целая такая дискуссия, например, ведется на страницах журналов о том, когда произошла ориентализация по доспехам. Вот. Чуть ли не 5-6 человек написало уже больше десятка статей по этому вопросу. Вот. И, соответственно, вот эта тема, она будет еще дальше развиваться, изучаться. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Олег Александрович. Уважаемые друзья, мы немножко перенесли место для вопросов. Теперь наш волонтер стоит с другого края зала. Пожалуйста, подходите, задавайте вопросы. Тема была очень интересная. Я даже думаю, что попрошу кого-нибудь когда-нибудь поднять проблему менеджмента в разрезе истории, потому что, ну, ведь это серьезнейший менеджмент. Тогда ведь не было никаких бизнес-школ. Итак, вопросы уже готовы? Пожалуйста, подходите к микрофону. Пожалуйста. Представьте все. Павел, спасибо большое за доклад. Хочу спросить, какая доля помещиков в конце 15 века была татарского происхождения? Ну, небольшая, скажем так. Но татарского происхождения там вообще, это были скорее несколько вот этих Касимов, там какие-то еще другие уезды там, в принципе, только там были чисто татарского происхождения. Остальные это приписывали себе татарское происхождение в конце 17 века. Когда стали создаваться вместо местнических книг родословные и, соответственно, они свои фамилии начали притягивать к каким-то там выезжим татарским мурзам, татарским князьям. В принципе, сейчас уже это все считается довольно устаревшей взглядом, что большая часть наших помещиков, они вообще от татар происходят. Здравствуйте, Елизавета. При лучшей организации войска, если бы у нас было много его, могли бы мы заевать Европейское королевство? Какое королевство? Европейское королевство. А, ну да, Иван Грозный считал, что если бы не избранная рата, давно бы вся Германия была за православием. Вот, но на самом деле, конечно, ну Ливонию мы завоевали. Дальше, конечно, у нас просто такой задачи не стояло, во-первых. Во-вторых, расширение на юг и на восток было гораздо более жизненно важным. А Европейские королевства, они представляли интересы с точки зрения торговли, а не с точки зрения завоевания. Вот. Ну и, конечно же, ну Ливонские города не продержались двух лет там или трех, да. С другой стороны, как бы смысла наступать дальше не было. Поэтому ничего сказать не могу. Спасибо за доклад, Сергей. А использовались ли наемные войска, наемники? Какой их был процент и, соответственно, почему да-нет? Да, наемники, ну тут как сказать, наемники это только европейцы, потому что татары, которые тоже были в количестве в нашем войске, они служили не как наемники, а на других правах там, в качестве там их обеспечивали какими-то землями или каким-то доходом с каких-то земель, но это не были наемники в таком, в европейском смысле слова. В европейском смысле слова наемники у нас были. Как правило, это были специалисты такого порхового, порховой специализации, то есть артиллеристы и пехотинцы с огнестрельным вооружением. Да, у них была слобода в Москве, называлась наливки, потому что они все время требовали, чтобы им наливали. И даже по контракту, в принципе, ретары, которые служили ливонские в московском войске, им обязаны были каждый день варить пиво, потому что они вод не пили. Значит, и, ну, несколько сотен, Герберштейн считал, что вообще полторы тысячи человек, но это, наверное, вообще всех. Вот, а по большому счету, вот, стрелецкое войско было организовано за счет, именно как по образцу вот этих северогерманских наемников или польских наемников пехотных. Вот, то есть они послужили прообразом для создания стрелецкого войска и очень большой вклад внесли в развитие нашей артиллерии. То есть сначала первая волна – это итальянские артиллеристы, мастера артиллерийского дела, затем немецкие артиллеристы из Австрии, там, значит, из цесарских земель. То есть они были нужны в первую очередь не как такая, ну, как бы, пехота, да, то есть которая вот чисто для войны, а именно как очень высококлассные специалисты. Вот. Здравствуйте, Максим, у меня такой вопрос, вы очень много говорили во время своей лекции о именно ориентализации московского войска. У меня вопрос такой, а когда началась европеизация московского войска, с чем это было связано и как это повлияло на тактику боя? – Ну, это отдельная лекция вообще. Вот. Нет, как бы, действительно, это очень важная вещь, потому что в смуту мы вступили действительно с такой классической восточной армией, и если пехота все-таки уже была устроена как-то более-менее по европейским, правда, по устаревшим европейским образцам, то вся конница, она носила характер такой восточный. Но надо сказать, что после смуты был поставлен вопрос о том, что все войско надо сделать по европейскому типу. Причем это уже произошло перед Смоленской войной в 1630 году с деятельной очень помощью шведского короля Густава Адольфа, который прислал специалистов, который, значит, позволил нанять войска, который был заинтересован в том, чтобы ударить там на Польшу с двух сторон. И вот такой вот конкретный период с 1630 и дальше он привел к тому, что уже к середине 17 века, в принципе, ориентализация закончилась. Вот. То есть уже была создана армия европейского типа, и на фронте воевали солдатские, драгунские, ритарские полки, устроенные по европейскому обычаю. То есть, ну, как бы это уже, можно сказать, вестернизация русского войска. АПЛОДИСМЕНТЫ Ярослав, я хотел спросить, какая кавалерия была эффективнее, польские гусары после реформ Штрафа на Баторе или московская кавалерия того же времени? Ну, смотря для чего. Потому что, конечно, для того, чтобы проломить боевые порядки противника, гусары, они были вообще не сравнены не только с московским войском, но и с западными войсками. А если мы возьмем войну с татарами, то там как раз таки гусары далеко не всегда были эффективны. Ну и московское войско, конечно же, от появления в большом количестве гусар, а это в первый раз поставило в тупик московские войска, московских воевод, вынудило действительно формировать, значит, свои отряды, значит, элитар, значит, из наемников. Вот. И в конце концов даже послужило таким катализатором того, что ускорилось вот это создание полков нового строя. Ну, потому что действительно какое-то надо было право на них найти. Вот. Но это все равно уже вторая половина конца 16 века, это уже как бы действительно вот эти все причины, которые привели к вестернизации. Спасибо. Следующий вопрос, последний. Все остальные, пожалуйста, запомните вопросы, зададим на сессии вопрос-ответ. Александр, добрый день. Спасибо за доклад. Вы уже частично отответили на вопрос, но я все равно задам. Вы сказали, что вот эта система чисто наша русская, они собственные придумали. А какие системы были в других развитых странах, и почему мы не стали их использовать, а именно свою какую-то придумали? Нет, ну, там уже в остальных странах, ну, в Западной Европе, там перешли к наемнической системе, когда, в принципе, все эти рыцарские ополчения из-за разорения, в первую очередь, дворян, они потеряли боевую ценность, вот, их заменили денежным налогом и, соответственно, за счет денежного налога собирали уже профессионалов-наемников. Вот, а у нас настолько была неразвита денежная система, и с одной стороны, с другой стороны, был очень такой широкий слой служивого населения, и это служивое население можно было расширять за счет, там, новых слоев, там, стрельцов, казаков, пушкарей и так далее, что пошли по этому пути, более дешевому, который не требовал финансов, вот, потому что с финансами у нас были очень большие проблемы. Большое спасибо, Олег Александрович. Какой вопрос, по вашему мнению, был лучшим? Ну, вот, наверное, про... когда началась эстернизация. И наш приз отправляется одному из наших сотоварищей. Пожалуйста, аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова